Парикмахерская в доме номер 28 по улице Набережной Леонова по неволе превратилась в штаб зоозащитников. Здесь уже несколько дней собираются жильцы, которые хотят спасти дворовых кошек от смерти в замурованном подвале. Проблема такова. Старшая по дому решила навести порядок и закрыла продыхи, чтобы животные не могли обитать в подвале. Свои доводы противница котиков озвучила зоозащитникам. Якобы здесь от кошек тараканы, какие-то черви в подвале, что жильцы жалуются, что какая-то вонь. Никогда в жизни за столько лет такого не было. Противостояние старшей по дому и местных зоолюбителей длится уже не первый день, но к компромиссу они прийти не могут. Договорились, что мы придем там после работы в 7 часов вечера и выловим этих животных, ну, чтобы спаси их как-то, пристроить где-то вот. Ну, договорились, приходим, мы людей собрали, человек семь, пришли туда. Она нас не пустила в подвал это сделать. Перед Новым годом старшая по дому совместно с управляющей компанией замуровали все продыхи, где заложили кирпичом, а где и фанеры заколотили. В подвале осталась мама кошка и четыре котенка. Чтобы их спасти, активные граждане выбили кирпичи, и это не понравилось старшей по дому. Прибежала утром, вчера прибежала, устроила скандал и сказала, что я, у меня рыба и яд приготовлю, я их потравлю. Все это, присутствие всех работников парикмахерской клиента, вот была, так сказать, такая угроза. Она их голодом поморит, потом выложит эту рыбу отравленную, и они, конечно, это выкинут. Вот такое положение. В итоге на продыхах появились решетки, но кошек никто из подвала не вытаскивал. Они опять остались замурованными. Поскольку диалог между сторонами не строился, мы выступили посредниками. Договорились, что помещение осмотрят в присутствии зоозащитников. В итоге выяснилось, что котята забились в лоток системы отопления между домами. За ними будут следить и при первой возможности спасут.